Мероприятие, посвященное 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, объявляется открытым. Студенты жмутся на плацу от холода, старшее начальство ностальгически вспоминает, когда-то в советское время даже плацу политеха был больше. Современному поколению уважение к труду и обороне чаще надо прививать, например, с помощью таких мероприятий. И если раньше политех собирал на такие акции только своих студентов, теперь почти всех вузов города. Здесь команда технического, педагогического, медицинского, классического вуза ИБИ. Штанга 50 килограммов. Кто больше раз выжмет, тот и победил. Почему именно штанга? Это характеризует или говорит о его силовой выносливости. Есть просто сильный человек, а есть силовая выносливость. Это немножко два разных параметра. Можно один раз пожать 200 килограмм и все. А другой может 100 килограмм пожать 200 раз, к примеру. Далее автомат. Чтобы справиться на отлично, 15 секунд на разборку, 25 на сборку. Но здесь надо заранее потренироваться, чем студенты и занимались. Стрельба из электронной версии Макарова тоже требует подготовки. Но я решил попробовать. Вдруг повезет. Шесть на шесть часов. На шесть часов. Давайте проведем постельзак. В принципе, не по три пробки. Неплохо? Ну, конечно, для шефира. Кроме того, студенты соревновались в надевании противогаза, оказании медпомощи и других дисциплинах. Участники уверены, даже если небо над их головами останется мирным и применять военные навыки не придется, такие первенства держат в тонусе. Я считаю, что это достаточно важно, потому что это тренирует координацию, тренирует выносливость. И люди, и в целом общество становится более здоровее. По итогам лучшей оказалась команда политеха. Далее следуют АЛТГУ и Медуниверситет. Интересно, но будущие полицейские на пьедестал не взошли. Но у них точно будет шанс отыграться. Организаторы обещают сделать такие межвузовские соревнования ежегодными. Илья Кучетков, Александр Антропов. День с толком. АЛТГУ и Медуниверситет